Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканала «Обнинска» и программа «Власть». С вами, как всегда, я ведущий Иван Фролов. Гость сегодня нашей программы – это директор Музея истории города Обнинска Алина Александровна Кащеева. Здравствуйте! Здравствуйте! Алина Александровна, поддерживаете ли Вы идею создания музея в здании дачи Морозовой Маргариты Кирилловны? Сегодня вопрос звучит для наших телезрителей, которые, собственно говоря, нам помогут в данном опросе и ответят на это, да или нет. Это актуальный вопрос, конечно, в связи с передачей. Как Вы к этому относитесь? Нужно ли делать музей в этом здании? Надо сказать, что история этого здания очень интересна. И, конечно же, сохранить ту культурную составляющую, которую несет в себе это здание, конечно, возможно путем музеификации. Но этот вопрос, конечно, нужно детально обсудить, обдумать. Ну, по крайней мере, сегодня мы мнение выслушаем, а Вы уже дальше с этим пора работать. Алина Александровна, расскажите нам и нашим телезрителям, чем начал свою работу в этом году в Музее истории города. Я бы сказала, что в городе, в Обнинске, начало года ознаменовано очень важным для всего православного мира событием открытием 11-го международного Сретенского православного кинофестиваля «Встреча». И президент фестиваля, монахиня София Ищенко, накануне открытия фестиваля в нашем музее представила передвижную выставку, посвященную основной теме фестиваля. Из чего она состояла? Я сейчас расскажу. Основная тема фестиваля посвящена была тысячелетию русского присутствия на Святой горе Афон. И выставка называлась «Гора Афон. Удел Пресвятой Богородицы». Входила в выставку несколько святых икон и постеры двух художников. Греческого живописца Александра Каяса и русского Василия Нестеренко. И таким образом и выставка предваряла открытие фестиваля и ознаменовала собой и перекрестный год культур России в Греции, Греции в России. То есть это очень-очень важное событие. В данный момент эта выставка уже экспонируется в Боровске, а далее совершит свою просветительную миссию по калужским городам и по городам нашей страны. Но это все произойдет в течение этого года? Да, в течение этого года выставка будет работать. А как долго она у нас работала? Музей уже завершилась. Она в феврале с 12 февраля по 22 февраля проходила. А посетители-то были? Много кто интересовался? Конечно, конечно. Посетители были. Были и организованные группы, которые приходили с целью прослушать экскурсию, узнать больше о этом святом месте. И одиночные посетители, которые интересуются и историей, и искусством. Спасибо. Ну, далее я бы с вами хотел поговорить о предстоящих краткосрочных планах. Расскажите нам, чем собирается заниматься музей вот уже в марте. Сегодня у нас первое число. Знаю, что с 3 по 20 пройдет фото-выставка работ Феофилактовой. Расскажите подробнее, что это за работы и чем представлены они будут. Валентина Феофилактова – это профессиональный искусствовед, человек, известный своей многолетней преподавательской и просветительной деятельностью. Но эта выставка «Ритм, свет, отражение», выставка фотографий, она для Валентины Викторовны первая. И она открывает для людей, знавших ее и не знавших для всех горожан, такую новую, многим неизвестную грань личности Валентины Феофилактовой. На протяжении многих лет Валентина Викторовна занималась художественной фотографией. Работы сделаны и у нас в Обнинске, и за границей, и в Германии, и в Италии. И мы представляем первую выставку, 3 марта открытие, до 20-го будет работать, приглашаем вас, приглашаем всех посетителей посетить. Спасибо за приглашение, постараемся обязательно посетить эту замечательную выставку. Но в марте у нас это еще предстоит несколько празднований, ну в частности Международный женский день. Заранее, конечно, никто не поздравляет, но все же, к Международному женскому дню что будет проходить в здании музея? К праздничному дню мы подготовили лекцию и выставку одного дня. Замечательная лекция и мероприятие должно быть именно праздничным, как подарок. Прекрасная Венеция. Архитектура и живопись мастеров, венецианцев эпохи Возрождения. Лекцию будет читать заведующая выставочным отделом, искусствовед Людмила Борисовна Сорокина. И у посетителей будет уникальная возможность увидеть произведения из фондов музея, венецианские этюды Игоря Тарасова. Несколько лет назад мы представляли эту выставку, но кто увидел, тот, я думаю, еще раз придет. Захочет посмотреть. Да, это подарок на самом деле. Алина Александровна, ну и все-таки праздники у нас в марте не заканчиваются, у нас еще проводы зимы, масленица. Вы как-нибудь к этому мероприятию готовились? Это замечательный любимый праздник и для детей, и для взрослых. Мы подготовили такое мероприятие, на которое можем пригласить детей с родителями. Это очень важно и для самих детей, и для родителей. Такое общение, именно творческое общение в стенах музея мы приглашаем на лекцию «Ярмарка Свистунья». Мы расскажем о традиционных промыслах и российских, и наших калужских. И надо сказать, что вот такой формат «Дети с родителями» в музее, он очень востребован. И я думаю, что те, кто придет, конечно, получат колоссальное удовольствие. Удовольствие и знания, и это полезно очень для всех. — Спасибо. Ну, в скором времени еще состоится у вас выставка регионального конкурса портрета «Мой современник». — Да, на протяжении многих лет в нашем городе ежегодно проходит региональный конкурс портрета «Мой современник». Учредитель конкурса «Обнинская школа искусств», в которой руководит Владимир Сергеевич Денисов, участники из разных регионов России принимают участие в конкурсе. А позируют для художников известные люди нашего города. — Так. — Ученые, ветераны, спортсмены, деятели культуры. Я думаю, что эта выставка будет интересна и с точки зрения художественной, как результат многолетней деятельности конкурса, так и для горожан, которые могут увидеть своих знаменитых… — Одного горожан. — Да, земляков. — Ну, в этом году, плавно перейдем к другой теме нашей программы, в этом году в России объявлен «Год кино». Ну вот расскажите нам поподробнее, как принимаете ли вы в этом участие. — Так, к «Году российского кино» мы продумываем выставку, которая будет посвящена жителям Убнинска, деятелям российского кино. К участию в этой выставке мы приглашаем артистов, режиссеров, которые жили, учились, работали в нашем городе. — То есть для своей работы выставлять? — Ну, формат выставки предполагает фотографии, документы, сцены из кинофильмов, режиссерские работы. Мы продумываем вопрос и проведение ряда творческих встреч. — Ну, сейчас мы в процессе согласования наших сроков, планов. К участию мы приглашаем, например, артистов Марка Богатырева, Софью Лебедеву, режиссеров Сергея Варицкого, Павла Игнатова. Может быть, кого-то не назову, прошу прощения, мы сейчас как раз занимаемся вплотную этим проектом. Будем рады участию всех и надеемся, что такой полный обзор сможем представить. — Ну, а возможно ли будет посмотреть какие-нибудь картины в рамках музея именно режиссеров? — Об этом тоже. Об этом тоже у нас идут переговоры, у нас получено согласие от некоторых наших участников. Не буду открывать все наши тайны. Пусть будет такой подарок, сюрприз для города. Планируется проведение выставки и мероприятий в рамках выставки в мае этого года. — То есть в мае уже можно будет обратить внимание на афиши, которые будут в городе извещать в этой выставке. Хорошо. Стараемся к вам тоже заглянуть на это мероприятие. Ну, подошли к главному нашему вопросу. — В этом году нашему любимому городу исполняется 60 лет. Будем отмечать юбилей. Как вы подготовите, чем порадуете наших зрителей в данном мероприятии? — Ну, конечно, замечательное событие, большая дата в истории нашего города. И надо сказать, что мы все мероприятия, запланированные в 2016 году, проводим под знаком юбилея города. Ну, конечно же, мы готовим и специальные большие проекты, подарки к юбилею города. Прежде всего, это издание книги. Из серии «Музейный проект» мы планируем издать новую книгу «Прогулки по городу». — Путеводитель. — А, путеводитель. — Путеводитель. Автор книги «Научный сотрудник музея» Елена Рамодина. И я думаю, что это будет, уверенно, что это будет документальное, увлекательное, богато иллюстрированное издание, которое покажет историю города в разрезе его 60-летней истории. Вот это основное, что мы сейчас готовим. И если говорить о выставочной деятельности, то к юбилею города мы готовим выставку, которая, наверное, одна из самых ожидаемых в нашем городе. — Это выставка работ Петра Петровича Кончаловского. Мы знаем, что Петр Петрович Кончаловский около 30 лет своей жизни провел здесь, в наших местах, где у него была дача. Это его и второй дом, и любимая его творческая мастерская. Но так случилось, что ни одной выставки художника у нас не было. В фондах музея хранятся работы Петра Петровича, пять картин, но такой вот полной выставки персональной не было. И мы обратились за помощью фонд Петра Кончаловского, и директор фонда Александр Конов, и внуки художника Андрей Сергеевич Кончаловский, Никита Сергеевич Михалков. Они откликнулись на наше предложение, и мы три месяца будем экспонировать выставку Петра Петровича Кончаловского. Июль, август, сентябрь. Предполагается, что мы покажем 25 работ из собрания семьи художника. — Замечательно, большая, достаточно коллекция. — Да, и эта выставка тем ценнее, что эти работы не выставлены в музее, и для широкого круга они неизвестны. И то, что такое возвращение художника на Омнинскую землю, надо сказать, что это и символично, юбилей города, и для самого художника год юбилейный. В феврале 2016 года мы отметили 140 лет со дня рождения Петра Кончаловского. Все такое знаковое событие. — Соглашусь с вами. — Уважаемые телезрители, для вновь присоединяющихся напоминаю, что в прямом эфире телеканал «Омнистовая программа «Власть» сегодня в гостях директор музея истории города Обнинска Алина Александровна Кощеева. И свои вопросы вы можете задавать в студию прямого эфира по телефону горячей линии 44-332, а также их оставлять на сайте телекомпании по адресу 3w.ru. Мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. — Итак, вопросы. Поддержите ли вы идею создания музея в здании дачи Морозовой? Смотрим голосование. У нас более 160 человек говорит о том, что да, все-таки есть. Но есть и причем половина, которые все-таки против. Ну, в прошлом году произошло, на мой взгляд, знаковое событие. Морозовскую дачу передали в ведение муниципалитета. Здесь расскажите, собственно говоря, об истории этого памятника, который у нас находится в городе. — Действительно, памятник, памятник наследия, культурного наследия регионального значения. У нас утвердилось название дачи Морозовой. Историческое название — это усадьба Турлики Михайловская. Я сейчас поясню. Здание было построено в 1899 году по заказу известного общественно-политического деятеля Виктора Петровича Обнинского. По проекту придворного архитектора Василия Лопатина. Здание очень интересной архитектуры, но в английском стиле построено. Ну, жителям города известен этот памятник. Конечно, интересует... Кто интересуется историей, архитектурой. Для нашего современного города памятник, которому 117 лет, конечно, уникальный. В 1909 году это здание дома приобрела у Обнинского вдова, фабриканта, известного в России, Михаила Абрамовича Морозова, Маргарита Кирилловна. И в этот момент она переименовала усадьбу. Если Виктор Петрович дал название по хутору, на месте которого построено Турлики, Маргарита Кирилловна переименовала усадьбу в Михайловское. И вот по сей день в искусствоведческих кругах среди историков, искусствоведов утвердилось название усадьба Турлики Михайловская. В этом здании в разные годы жили и работали выдающиеся деятели культуры нашей страны. Это великие живописцы Василий Поленов, Валентин Серов, Исаак Левитан, композитор Николай Метнер, писатели-поэты Андрей Белый, Валерий Брюсов, искусствовед Павел Муратов. В 1918 году здание, как мы знаем, было, как и многие, было национализировано и было передано в видение школы-колонии «Будрая жизнь», которой руководил Станислав Теофил Тишацкий. Надо сказать, что самовозможность создания школы-колонии «Будрая жизнь» на нашей земле, на Обнинской, она и появилась благодаря поддержке Маргариты Кирилловны Морозовой. Эта женщина была очень известна в начале XX века как меценат, покровитель искусства, покровитель образования. И очень сложная судьба у человека, но в конце ее жизни заслуги ее перед русской культурой были отмечены, и она являлась именным стипендиатом. Это имя было широко известно. А во время Великой Отечественной войны здесь уже открывается другая страница истории особняка. После освобождения наших мест от оккупации с мая 1942 года по апрель 1943 года в здании дачи Морозовой располагался командный пункт штаба Западного фронта. Сам штаб, мы понимаем, это масштабное сооружение, то есть это комплекс сооружения. Вот именно в этом здании располагался командный пункт, и здесь работали Жуков, Конев, Соколовский. После Великой Отечественной войны здание перешло в видение секретного объекта, лаборатории В, преобразовавшегося последствия в физико-энергетический институт. И практически до последнего времени, до момента передачи городу здания находилось сведения института и корпорации «Росатом». Но в конце 2015 года произошло событие, подготовка к которому велась много лет. А как к этому вообще пришли? То есть поняты дело, что много готовились к этому? Ну, это памятник, памятник культурного наследия. Конечно же, он должен находиться под защитой государства и использоваться по своему назначению. Все эти годы, ну, последние несколько лет здание не эксплуатировалось не как здание стояло и, по сути, приходило в упадок. А до этого там располагались разные общественные организации и мастерские, художественные мастерские, и был филиалом Дома культуры, и колледж Гарми там располагался. Но вот о чем мы с вами начали говорить в самом начале, вот была утрачена вот эта вся культурная составляющая, которую несет особняк. Конечно же, вопрос о передаче городу, о восстановлении, реставрации он стоял уже давно. И вот, наконец, все согласования были пройдены, и здание передано городу, и сейчас находится в оперативном управлении музея. Ну, а дальнейшую судьбу, я так понимаю, конечно же, вскоре мы все вместе увидим, что произойдет и дальше. Конечно, это создание музея, это очень большой труд многолетний, прежде всего. Сейчас вопрос стоит о сохранении самого здания, о наведении порядка внутри здания и прилегающей территории. И здесь мне хочется огромную благодарность выразить горожанам, которые откликнулись на призыв о помощи. У нас осенью прошел ряд субботников, волонтерские отряды подключились, и, конечно, удалось несколько расчистить территорию, ну, насколько в наших силах привести в порядок само здание. И вот сейчас, в ближайшее время, весной, мы возобновим нашу работу на этом памятнике. Я призываю горожан также откликнуться, поддержать это начинание, помочь освободить, хотя бы расчистить и восстановить планировку парка. Ну, как мы знаем, что парк, Нижний парк, такое название, также является памятником природы. То есть это, конечно, место уникальное и в будущем может стать таким центром притяжения, как сейчас мы видим Белкино, усадьба. В будущем дача Морозовой, как историческое название, усадьба Турлики Михайловская, она будет жемчужиной. И не только нашего города, а жемчужиной региона, области. Сколько здание известно и вызывает интерес, конечно, и у специалистов, и у жителей города. Спасибо большое, Лена Александровна. Действительно, дача эта для города имеет огромное значение, и то, что сейчас делается силами сотрудников музея, сотрудников администрации, действительно неоценимо. Ну, а также спасибо огромное волонтерским организациям, которые, в общем-то, помогают в данном вопросе. Александр, и все-таки, вернемся в музей истории. Музей истории насчитывает более 50 тысяч экспонатов. Расскажите о более значимых, вот на ваш взгляд, какие у вас есть экспонаты в музее. Ну, это сложный для любого музейщика вопрос, потому что все 50 тысяч, которые у нас есть, это, конечно, результат большой собирательской, исследовательской работы. Фонды музея складываются по коллекциям, и в каждой коллекции мы можем назвать... Ну, что-то уже выделить. Что-то выделить. Например, у нас очень и по численности, и по значимости богатое собрание художественное. Наряду с работами Петра Петровича Кончаловского у нас в фондах имеются работы и других замечательных мастеров, академиков живописи, и произведений наших обнинских художников. И мы это очень ценим. У нас большая этнографическая коллекция. Мы можем представить и костюм Калужской губернии, и предметы быта, утвари. И, конечно же, если мы говорим об Обнинске, о городе науке, то у нас серьезное собрание, посвященное истории города. Это и архивы выдающихся ученых, фотографии, документы. Алина Александровна, у нас время, наша программа подходит к концу, и все-таки вернемся к нашему интерактивному опросу для телезрителей. Поддерживали вы идею создания музея в здании дачи Морозовой. Итак, как видим на голосовании, более 370 человек проголосовало, что да, все-таки есть идея, но и такие есть люди, причем их тоже немало, практически 130 человек, которые за сегодняшний наш эфир проголосовали, которые все-таки оттуда, отказываются. Как вы думаете, почему? Я думаю, что вопрос создания музея, он, конечно же, сложный и в виду общей экономической ситуации, и, может быть, здесь есть и какой-то момент недостаточной просвещенности наших горожан. Но в любом случае, те, кто проголосовал против создания музея, у каждого есть своя позиция. Вот хотелось бы, может быть, иметь и обратную связь, и как-то вместе обсудить. Ну, можно будет в любом случае обратиться к вам, собственно говоря, в музей. Ну, это вопрос. На самом деле вопрос сложный, и он требует проработки, требует очень тщательной работы и концепции. Спасибо. Уважаемые телезрители, время наше эфир ограничено. В прямом эфире телеканала «Местовая» была программа «Власть». С вами, как всегда, была ведущая Иван Фролов. Сегодня гость нашей программы, директор музея истории города Обниск, Алина Александровна Кощеева. Алиса, спасибо огромное, что нашли время посетить нашу программу и рассказали действительно очень много полезной и интересной информации. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания, уважаемые телезрители. Субтитры создавал DimaTorzok